Всем доброго денёчка, друзья! Продолжаем рубрику по реанимации орхидеи, которые мне отдали на выброс. Вы видели, мне отдали три орхидейки. Одна из них пропала буквально через несколько дней полностью. Там уже восстановить её нереально было. Кто не видел видео, я оставлю ссылочки в описании под видео. Вторую орхидейку мы там немного нарастили ей корней. Мы её уже пересадили. Небольшой горшочек для последующего наращивания корней. И вот у нас осталась третья орхидейка. Судьба этой орхидейки под вопросом. Потому что смотрите, ребята и девчата, в каком состоянии листья. Они полностью потеряли тургор. Тут был ещё один листочек. Я его оборвала. Он был жёлтый, потому что... Сейчас поближе покажу. Видите, пробивался корешок, так и не пробился. Корни вроде бы пошли в рост, но затормозились. Видимо, уже вот эти тяжи, они уже, девчонки, видите, все чёрные, сгнили. Видимо, нерабочие. Ну всё, нам терять нечего. Либо пан, либо пропал. В общем, что я сейчас буду делать, девчонки. Я подобрала горшочек. Вот. Этот горшочек вот тоже... Сколько? 250 миллилитров. Вот этот горшочек. Короче, стакан сюда влазит. Я налила сюда тёплую отфильтрованную водичку без хлора. И будем сейчас приводить нашу орхидейку в чувство. Здесь уже будет дозировка в два раза больше, указанная на упаковке. Короче, я на 250 миллилитров воды капаю одну капельку NV101. Ой, даже две получилось. Ну ладно, две так две. Уже всё равно терять нам нечего. В общем, здесь две капельки HB101. Это у нас стимулятор роста и антистресс. И вот так вот я теперь прямо с листьями, с корнями, с точкой роста опущу нашу орхидейку вот туда. Всё. И так она у меня будет находиться. Ну, думаю, что час ей надо побыть в водичке. Вот. Пусть себе болтыхается там в этой водичке. Вот. Набирается жизненных сил. Всё равно уже, девочки, всё, терять нечего. Я говорю, или пан, или пропал. Попробуем её, конечно, реанимировать. Пусть часок постоит, потом вернёмся к ней. Ну что, внезапно отключилась камера, и я вам не сняла посадочку. Короче, быстренько скажу. Я обрезала шейку вместе с ненужными тяжами, припудрила её корицей, подсушила, и вот усадила вот в этот маленький горшочек. Посмотрите, какие вялые листочки. Ну, не знаю, что будет, то будет с этой орхидейкой. Нам всё равно уже терять нечего. Полью завтра её. После пересадочки прошло две недельки. Давайте внимательно посмотрим, как себя чувствует орхидейка. Посмотрите, вот этот вот, листья набрали тургор, и даже появился такой глянцевый блеск. Вот. Вот этот самый нижний листочек, он, скорее всего, пропадёт, потому что, посмотрите, какой он уже такой блеклый, неякий. Вот. Вот этот вот, который был маленький листочек, посмотрите, какой он стал большой. И вот здесь, вот в точке роста, появился новый молоденький листик. То есть, можно сказать, что наша орхидейка очухалась, ей посадочка понравилась. И сейчас скажу, что за посадочка. Значит, посадка, девочки и мальчики, у меня на фитилёк. Значит, что я сделала? Сейчас объясню. Значит, я взяла мелкий керамзит, мелкую, влагоёмкую кору, немножко добавила циолита, чуть-чуть буквально, там, щепоточку, и добавила щепоточку уголька. Всё перемешала. Значит, взяла, вставила в горшочек фитилёк. Фитилёк набросила, знаете, на самый большой корешок, который я вам показывала, чтобы, ну, шло к нему питание. По стеночкам, значит, ну, всё, короче, корой, керамзитом, угольком и циолитом полностью засыпала горшочек, так. И устелила мох, вот видите, по краям стеночек. И так его постелила, девочки и мальчики, чтобы не касалось шейки, потому что шейка может сгнить. Но при этом, значит, контактировал мох с корешками. И что самое главное, значит, не давайте, пока будут наращиваться корешки, не давайте мху полностью просыхать. То есть, ну, вот, допустим, как у меня сейчас. Как я делала? Я поливаю полностью орхидейку по краешку горшка и оставляю здесь водички, ну, чуть-чуть совсем. Ну, у меня пальчики маленькие. Вот на пальчик. Можно даже меньше. И, значит, смотрим, когда закончится в стаканчике водичка. Вот водичка у меня уже закончилась в стаканчике. Сейчас покажу. Вот, видите? Вот, но фитилёк ещё мокрый. И сверху мох мокрый. Вот. Я буду, значит, просушивать орхидейку так, чтобы мох был не вот такой сильно влажный, а он не был такой сухой и не мокрый. Не знаю, как вам это объяснить. Ну, то есть, самое главное, чтобы не пересыхал мох. Потому что, когда он сильно сухой, такой почти шуршит, как бумага, то тогда всю влагу с корешков он на себя берёт. А нам этого не надо. Нам надо, наоборот, чтобы постоянно в горшочке присутствовала влага. Она будет давать рост нашим корешкам. Потом уже, когда корешки вырастут, пробьются, вот тут, когда мы их будем видеть уже в этом горшочке, да, тогда я уже буду по-другому поливать. Тогда я покажу, как я буду делать последующие поливы. Но пока я не довожу мох до сухого состояния, периодически смотрю, чтобы он был влажноватый. Как только почувствуете, что он уже начинает подсыхать, но ещё не совсем сухой, я капельку-капельку вот сверху на мох лью, вот, это самое, промачиваю. Потому что, вы же видели, у нас в основном корешки вверху основания, а не внизу. Вот, им нельзя давать пересыхать. Вот это главное условие. Ещё забыла сказать, что я на второй день после пересадки заселила сюда триходерму. Вот, как пользоваться триходермой? В общем, я делала по инструкции. Триходерма верида, там 3 грамма на литр тёплой отфильтрованной водички. Порошочек размешиваете и даёте полчаса постоять в водичке, ну, чтобы полностью порошок растворился, триходерма заработала, и потом проливаете свою орхидейку. И, я же говорю, проливаю, и оставляю немножечко, значит, водички на дне. Фитилёк всё это впитывает. Вот. Потом, когда водичка вся впиталась, на дне уже водички нету, я даю немножечко просохнуть мху, не до полного состояния, а чуть-чуть. И потом опять подливаю водичку. И так оставляю орхидейку на наращивание корней. Ну, всё, что я хотела сказать в этом видео. Конечно, не обессудьте, что у меня получилось такое видео, что такой казус случился, всяко бывает. Вот. А у меня ещё, кстати, и сломался держатель для телефона. Поэтому вот я сейчас вам снимаю в руке. Вот. Ну, заказала держатель, должны привезти для съёмок. Ну, в общем, вот такое видео у меня получилось. Будем дальше наблюдать за ростом этой орхидейки. Всем хорошего настроения, любви, мира и добра. Пока-пока!